Искренне рад приветствовать вас, друзья, слушатели, смотрители канала Твоя Рыбалка. Сегодня, увы, ветер 8 метров, явно холодно, поэтому вот эти симпатяги, которые стоят под стеклом, ждут своего времени. У нас быстрый такой магазинный с вами, как это правильно сказать? Короче, а новинка, погнали! О новинках силиконовой долины. У нас добавление цвета. В семействе Гатио появился белый цвет. Настоящий, белоснежный, красивый, без примесей, без блестки, просто шикарно, белый цвет. Ну, Агатио у нас в размере 3 дюйма и 3,6 дюйма. Так что, добро пожаловать! А как он ловит в предыдущем видосе? В предыдущем, да? О, ой, на белый цвет, на овсетничке! Продолжаем! Еще буквально несколько минут прозвучал диалог между нами и нашим подписчиком. Был задан вопрос по поводу удилищ, спиннингов конкретно для ловли Ставриды. А вы знаете, для нас эта тема очень интересная. Хотя расстояние от нас до Ставриды 720 километров, а расстояние до Ближнего Саргана 480 километров. Мы уже только все проверили. Вот. И магистраль, которая соединяет нас со Ставридой, оставляет желать лучшего. Я думаю, все-таки когда-то ее... Кстати, это была самая главная причина, почему мы в этом году вас не радовали нашими сюжетами о морской рыбалке. Именно о ловле Ставриды. Отвратительнейшая дорога. О хорошем. Был задан вопрос о том, какую спиннинг приобрести. Опять же, в вопросе был такой момент универсализма. Типа вот, чтоб и то, и то, и другое. А вот... Давайте я вам просто расскажу, как мы по крупицам собирали это знание. Первое. Это был YouTube японцы. Однозначно. Почему? Как показала практика Ставрида, которая живет возле Одессы, Ну, ничем не отличается. Ни весом, ни размером немножко есть. А вот поведением, внешним видом ничем не отличается от Ставриды, которая живет возле Японии. Вообще ничем. Они даже где-то родственники. Пусть даже восьмого колена, но родственники. Это первое. Второе. А раз они одинаковые, значит и поведение рыбы, и поклевки, и все-все-все одинаковое. У нас почему-то начинают на постсоветском, так назовем, пространстве, вместо того, чтобы получить опыт питерских и обочих, и посмотреть в интернете, как это делают японцы, у нас начинается тупо отсебятина. При этом собираются удилища, ну, мягко говоря, неподходящие для этого видолобли. Давайте попробуем нести какую-то ясность во все эти моменты. Первое. Длина удилища. Некоторые вещи я буду повторять, я уже о них говорил. Но если есть вопрос, значит есть недопонимание. Первое. Как правило, на этих палках, либо в ценнике, либо на самом чехле, либо на бланке, имеет слово «эджин». Ставрида. Азин. О, аджин, если уже правильно, как говорят товарищи японцы, и тот, кто стоит за камерой. Ази, ази, ази. Да. И сама рыбалка в Японии ужасно популярна. Ужасно популярна. Поэтому, а если в Японии это популярно, то самое новое, самое лучшее, собственно, применяется в этой рыбалке. Прошу не путать с мебаринговой рыбалкой. Это разные виды рыбалки. Еще раз пройдемся по строю удилища. Вот так вот скрещены обычно это дуэли японских мастеров ловли Ставриды. Практически одинаковая по весу. И как бы по строю, там написано «Экстрафаст» и «Мажоркрафт», который у меня в руках, мебаринговый, и «Тикт», который у меня в правой руке, «Азинговый». Даже вот так вот, если сказать. То есть, как бы, строй одинаковый, а ведут себя вершинки, удилищ и сами спиннинги по-разному. Ну, давайте будем разбираться. Мебарин. Классический «Экстрафаст». Вклейка. Достаточно подвижная. Что происходит и почему ее используют? Вклейка является поисковой частью спиннинга. То есть, когда вы на дне опускаете этот донный вид рыбалки, вы опускаете на дно груз и начинаете с помощью вершинки. Она вам как сенсор, как контроллер, дает возможность посмотреть и делать проводки. То есть, но при этих донных проводках, когда вы делаете подъем приманки, сначала изгибается вершинка, а потом уже сам спиннинг, когда доходит до определенной, ну, как бы, точки, которая способна поднять груз, начинает вести подниматься и делать проводку. Ставрида. Ну, практически, это тоже тот же «Экстрафаст». Но вершинка гораздо жестче. Так как Ставрида ловят в толще воды, такое слово интересное, пелагическими проводками, вот, задача вершинки несколько отличается. Задача вершинки примерно как дежурская палочка. То, что вы делаете, те манипуляции, которые вы делаете спиннингом, должны передаваться на приманку четко. Поэтому, в основном, Ставриду, если это рыбалка смола, то есть для ближних дистанций, ловят лесками, очень тонкими лесками. Почему? Потому что, опять же, повторюсь, вы четко знаете о том, что леска, даже так, монофил, как его называют, или монка, как угодно. Короче, леска не дает такой парусности, как дает шнур. Даже самый тонкий, даже самый навороченный, даже самый прогрессивный. Дальше. По длине. Если, по вершинке, наверное, все понятно, да? То есть она более стройная. По длине удилища, если вы ловите смола, то есть, вот буквально, и вода у вас в метре, в двух, спиннинги применяют достаточно короткие. 43 длина, 46, 51, 57, 60. Если чем дальше вы уходите и Ставида стоит в вашем конкретном месте ловли, тем более длинные спиннинги применяются. Спиннинг больше, естественно, тест больше. Если бы я ловил, например, с пирсой, у меня вода была в метре от моих, то вопросов нет. Я бы использовал палку тестом максимум до 3 грамм. Представители яркие, пожалуйста, тот же тип из семейства, тот же, например, айскубик, который до 3,5 грамм, или Ивергрин со своей супер, блин, ну, охренительной вершинкой, или тот же малыш, которым я с удовольствием ловлю, кстати, это эджинговая палка, я имею в виду Ox S Titorzai Tuned S64S. Это ставридные палки, назовем их ближнего боя. Легчайшую катушку, тончайшую леску, это ж заготовлено, все, выбор джигаловок по тесту. На всякий случай, на всякий случай, вот такой маленький фонарик, который вам позволит своим ультрафиолетовым лучом сделать шикарное дополнение к вашим приманкам. И пелькира маленькие. Сейчас можно купить пелькира разных фирм, слава богу, они есть. Начиная от 3 грамм, у нас в магазине представлены это недорогие, ферина, до нормальных, которые делают достаточно серьезные фирмы, которые понимают, что делают. И они бывают и до 18 грамм. Но это тот, когда вариант уже забегаю, когда ловят сарганы. Итак, возьмем ближний бой. Мы используем джигаловки морские. Весом 0,4 грамма, 0,8 грамма, грамм 1,2, 1,4, 1,6. Естественно, под эту вещь разработаны приманки. О приманках скажу одно. Приманки напоминают тех ракообразных или рыбок, или, ну, в общем, короче, кормовая база. Они напоминают кормовую базу. Цвет, естественно, разный. Как правило, рыбалка на Ставриду происходит к вечеру. Ну, вот мы выходили где-то в 7 вечера и заканчивается она в час, а то и в 2 ночи. Ну, это хорошее. Это либо, ну, получается, весной она, короче, летом более длинный клев идет. Ну, вот именно промежуток по поклевкам. И потом наступает пауза. Что мы используем? Ближний бой легкие веса, дальний бой до определенных, например, до 3-4 грамм можно использовать морские джиголовки. Затем нужны утяжелители. Японцы не ставят вот такие вот огромные джиголовки по 20 грамм для того, чтобы пульнуть, например, за 50 метров. Для этого есть бомбарды и утяжелители. на примере тиктовской бомбарды. Они тонущие, быстро тонущие, медленно тонущие. И тут еще на обратной стороне у этой бомбарды есть полностью как она работает, как ее оснащат. на этом не будем заморачиваться. Но поверьте, вот на спиннинге, вернее, со спиннингом тестом 7 грамм бомбардой, которая имеет собственный вес 5,3 грамм, плюс ага, уже продали, хорошо, у меня есть закорма. Секундочку. с жиголовочкой, которая 0,4 грамма, вот я ее приподнял, или приподнял, и маленькой приманкой я смогу сделать достаточно дальний заброс и посмотреть, как там себя чувствуют ставрида там за 30 метрами. Если же вам надо поймать особь, и вы знаете, что она находится в 50-60 метрах, друзья, для этого вам понадобится совсем другой инструмент, как правило, у самых мощных производителей эти инструменты есть, они рослые, они идут 2,70-2,90 с тестом, то есть унцовки, у них уже немножко другой формы, а именно обтекаемые, красивючие бомбарды, и которые служат тоже просто для одной цели, для того, чтобы поймать ставриду. Дальше, немаловажный момент, какой крючок используется в морской джиголовке, об этом тоже идет много версий и много кривотолков, суть заключается в том, вот это морская джиголовка, вот это наша днепровая джиголовка, все то же самое, разница в весе понятна, заключается в том, это я для наглядности взял, что у ставриды жалок крючка отогнута и стоит под неким углом, то есть оно не параллельно вот от основной проволоки. Для чего это сделано? У ставриды очень твердое небо, и для того, чтобы эту рыбу поймать, и она все-таки прокусила и села к вам на крючок, она во время укуса должна уколоться этим крючком, то есть она как бы сама себя ловит. В нашем же варианте, когда рыба, ну тот же судак, например, он закрыл пасть, и вы делаете подсечку и крючком подсекаете. У японцев, у них долгое время делались тоже вот такие крючки, а потом они все-таки пришли к выводу, что лучше делать крючок, которого немножко отогнуто жало. Это способствует тому, что они ловят ставриду гораздо лучше, чем мы. Это по удилищам, по растам прошлись. Теперь дальше. Ловля саргана. Честно, удилище надо другого плана. там подойдет. В принципе, для ловли саргана лучше всего использовать пелькера. Опять же, пелькера какие? От трех грамм и до размеров саргана, потому что на Балтике сарган огромный, там 50 сантиметров, это считается, пардон, малая осадь. У нас же, ну что там, ну 40 сантиметров поймал, так это уже все, ты там король берега. Ну да, аккуратнее, надо с этим показывать. Поэтому, очень интересно выглядят палки, которые имеют сверхбыстрый строй, ну то есть экстрафастовый, и в тубуляре. Почему? Потому что вам будет очень легко, очень легко делать проводки пелькеру. А также, самое интересное, не знаю почему, но очень редко кто ловит на лоблерах. хочу показать один воблер, который вообще не имеет никакого отношения к ставриде. Вообще, это форелевый воблер, 56-й ридж, который сделал рыбалку с 10 до 12. То есть, если с утра властвовали пелькера, и сарган ловился только на пелькера, то потом все закончилось, и только с помощью воблера, опять же, с большой лопаткой, с заглубления, ловили с пирса, мы смогли выводить эту интересную, бойкую и мощную рыбу. Хотя, размер там никакой. Еще один момент немаловажный, который связан с ловлей саргана. Почему-то сейчас появилось видео много, и это как ноу-хау какое-то воспринято, когда на пелькерах делается поводок, буквально сантиметров 15, а то и 20, и цепляется тройник. Я посмотрел эти видеосюжеты, гляну, но я не знаю, смотрели ли вы внимательно или нет на эти видеосюжеты, есть одно но. Вся рыба, которая была поймана, 90% это рыба забагренная, за тройник. А вот если бы вы взяли вот такой пелькерочек, у которого здесь вот впереди есть такой интересный крючочек на ниточке, который называется ассист, то бишь ассистент, то у меня все поклевки были именно вот за этот крючок, потому что морская рыба клюет в голову, бьет приманку вот сюда в голову. И как дополнение может быть вот в это, в заднюю часть пелькера можно поставить маленький тройник. Это в том случае, если промахивается или вы делаете слишком быструю проводку. Я не знаю, с чем это связано, что это за странное какое-то ноу-хау, но оно не имеет ничего общего под собой. И я так понимаю, это опять очередной конструктив велосипедной, но все это воспринимают на ура. Поэтому, если вы хотите заниматься морской рыбалкой, будьте добры, изучите матчат, ну не так как они ругаются на пирсе, а именно материальную часть. Если есть конкретные пожелания и вопросы, звоните нам, есть телефон там под видео. То есть у нас, честно скажу, опыта не очень много, но желание освоить эту рыбалку вот такое, просто вот такое огромное. Поэтому этот чемоданчик мы временно закрываем, дорогие друзья, товарищи, и откроем, я думаю, так его наверное уже весной. И вообще тему вот эту закроем. Почему? Потому что она настолько интересна и настолько многогранна, что я так думаю, лучше об этом рассказывать на пирсе. Ребята, а какой запах, а какой запах идет от волны на черном море ранним утром или поздним верь. Там вы что? Закрываем все это. До новых встреч! Мы вас будем радовать новым силиконом. Мы уже вам его представляли. Это Fyper, который будет у нас в трех размерах, который показал себя ну очень с хорошей стороны, который появится скоро на прилавках. Если вдруг потеплеет, а там есть такие наметки, мы обязательно возьмем какого-нибудь симпатягу из наших новых пополнений и встретимся на воде. Пока-пока, до новых встреч! И еще! Мы обязательно с Яном Игоревичем и нашим вообще мощным коллективом проведем один конкурс, в котором уже не дурная машина, а именно мы будем выбирать комментарии. Эти комментарии будут связаны с мормышкой. И я даже знаю на 99% кто будет одним из победителей этого конкурса. Поэтому пишите, ставьте лайки, рассказывайте о каких моментах вы хотите услышать от нас. Любую тему, которую мы будем рассказывать, мы ее предварительно прорабатываем. Прорабатываем от тех источников, которые как можно более достоверны. Из нового пополнения сейчас придет морская тема, придут серфики. Поэтому до нового года под елочку, об этом мы снимем еще отдельный видос. Кто не купил или кто желает, может поставить такую... Ой, все, закрывай. Я аж на море захотел. До новых встреч, пока-пока.